Эта история из жизни началась с желания тёщи стать деревенской барышней. Дома она весьма энергичная, поэтому взялась за дело приобретение сада со всем пылом нерастраченных женских сил. Тесть у меня трудится дальнобойщиком, поэтому дома бывает крайне редко, поёл, отоспался и снова отправляется в путь, оставляя супругу томиться в одиночестве. Короче говоря, к маю женщина успела купить участок и договориться о доставке земли. А мне с женой было поручено разнести плодородную почву по территории. Юлька оказалась хитрее, она тут же нашла подружку, которой жизненно необходимо было выехать на все праздники, вынудив меня совершать трудовые подвиги на свежем воздухе в одиночку. Мы даже немного поругались по этому поводу, в результате чего обиженная супруга отправилась ночевать в гостиную. Единственное, что меня как-то примеряло с трудовой повинностью, это жаркое солнце. Я разделся, оставшись в одних драных шортах и подставив тело под ослепительные лучи. Тёща тоже оказалась немерзличкой и прогуливалась по участку в джинсах и тонкой футболке. Такая одежда очень ей шла, открывая стройное, крепкое тело. Не зря же она ходит на всевозможные физкультурные тренировки. Я невольно сравнил её с собственной женой. Юля, хоть и была намного моложе, но успела нарастить мягкий жирок на боках. Светлана Витальевна же демонстрировала полное отсутствие лишних килограммов и вид, привлекающий внимание сразу и надолго. Первое время мы бестолково толкались у кучи земли, активно мешая друг другу, потом решили, что пока я буду носить полные вёдра, Светлана будет наполнять пустую тару. Дело пошло быстрее, и вскоре земля уменьшилась наполовину. Вскоре тёща объявила перекур, мы расположились на крылечке. А поскольку крыльцо было прямо-таки крохотное, то сесть нам пришлось, тесно прижимаясь. От тела соседки пахло свежей землёй и каким-то приятным женским запахом. Мы немного посидели, наслаждаясь теплом и результатом собственных рук, а потом тёща решила встать. Она оперлась на моё плечо, и я взвыл от боли. Солнышко оказалось довольно коварным, совершенно незаметно оно спалило мне кожу. Хорошо хоть в дамской сумочке нашёлся тюбик крема. Женщина затащила меня в дом и медленно стала оглаживать спину, втирая мягкую массу. Впечатления были неповторимыми, а вместе с лёгкими движениями рук уходила боль. И вот что странно, женщина всё чаще опускалась под шорты, переходила на живот и грудь. Спору нет, это было приятно, но как-то неправильно. Я освободился из рук и нежного дыхания в районе позвоночника. Быстро накинул рубашку. После обеда работа шла как-то вяло, так что мы вскоре забросили лопаты и отправились домой. На следующий день тело болело, но мы мужественно собрались на любимую дачу. Тёща нарядилась как на праздник в полупрозрачную блузку и крохотные шорты. Но эта одежда шла ей чрезвычайно, особенно в сочетании с высоко поднятыми волосами. Всю дорогу я косился на неё, и, похоже, женщине это нравилось. На даче я сразу прошёл переодеться, женщина последовала вслед за мной. Сначала она просто смотрела за моими движениями, потом, как кошка, перебралась ближе, прикоснулась к плечам. Я не очень понимал, как реагировать на подобное внимание. С одной стороны, это было приятно, а с другой, вызывало некоторые сомнения. Впрочем, по мере перемещения ладошек женщины, они тарили словно пломбир жарким июлем. Пока я решал эту дилемму, женщина успела добраться так, что мозг забился в истерике. А что вы хотите от 20-летнего парня, лишённого женского внимания? Женщина удовлетворённо выдохнула и дотронулась до моих губ сладким поцелуем.